Всех приветствую! В сегодняшнем выпуске речь пойдет коротко о главных событиях и новостях в Германии. Немецкий Бундестаг проголосовал за ужесточение наказаний депутатов, которых уличили в коррупции. Напомним, что до сих пор члена парламента можно было привлечь к ответственности только когда он принимал деньги или получал иные выгоды за действия, которые входят в основную сферу парламентской деятельности, например, за конкретную речь или голосование в Бундестаге. Отныне новая статья Уголовного кодекса будет предусматривать наказание за использование депутатами своего мандата для ведения дел и за стенами Бундестага. В частности, судебному преследованию будут подлежать парламентарии, которые используют свое служебное положение и депутатский мандат для оказания, к примеру, влияния на министерство в обмен на вознаграждение. За подобное правонарушение им и их клиентам будет грозить тюремное заключение сроком до трех лет или же денежный штраф. Важно отметить, что эта новая норма будет распространяться и на депутатов федеральных земель, Европарламента, а также на членов парламентских особлей международных организаций. Полиция Баварии сообщила, что в субботу 27 апреля в городе Мурнаус ножевыми ранениями были обнаружены двое граждан Украины. От полученных серьезных травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй пострадавший 23 лет умер вечером в ближайшей больнице. Известно, что сначала преступник скрылся с места преступления, но впоследствии его арестовали, и им оказался 57-летний гражданин России, имя которого не называется. Его подозревают в двойном убийстве. В то же время Украинское министерство иностранных дел подтвердило, что два гражданина Украины, которые погибли от ножевых ранений, были военнослужащими Украины и проходили в Германии реабилитацию. Тем временем министр внутренних дел Баварии прокомментировал это жестокое убийство, сказав, что на сегодняшний день пока нет конкретных оснований подозревать, что инцидент мог быть связан с войной на Украине. Но при этом есть признаки того, что жертвы и преступник знали друг друга, были знакомы, и они также находились в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, за последние несколько месяцев, мы уже сообщали в предыдущих новостях, это не первое преступление в Германии, жертвами которых становятся украинцы. Например, в феврале этого года в городе Оберхаузен от ножевых ранений погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, а его друг Артем Казаченко умер впоследствии в реанимации. Также в марте этого года в городе Хокенхайм в земле Баденвертенберг нашли убитыми 27-летнюю Маргариту Стеценко и ее мать, 51-летнюю Марину Стеценко. Шестимесячную дочь Маргариты Мию нашли в доме у 43-летней россиянки и 44-летнего немца, так как их подозревают в убийстве женщин с целью отобрать ребенка, и на данный момент ведется следствие. В последние несколько лет в Германии наблюдается очень негативная и тревожная тенденция, а именно рост насилия среди школьников. Согласно официальному опросу, почти половина учителей заявили, что они подвергались психологическому или физическому насилию в своей школе. Также 47% учителей утверждают, что драки, а также подтасовки среди учеников становятся все более серьезной проблемой. Особенно сложная ситуация наблюдается в гетерогенных классах. Это означает, что в них учатся дети с разным опытом обучения, культурным и семейным происхождением, что создает особые проблемы. К сожалению, от правительства на сегодняшний день не поступает никаких конкретных программ или предложений, как можно в скорейшем времени эффективно снизить насилие в школах, потому что, как мы видим, тенденция очень негативная, и подростковая молодежная преступность только возрастает. Об этом все чаще сообщается в официальных СМИ, как школьники издеваются над своими одноклассниками или множество конфликтных ситуаций со знакомыми, друзьями. И это показывает очень негативную тенденцию роста насилия подрастающего поколения. Несмотря на недовольство лидера Христианского социального союза Маркуса Зёдера светофорной коалиции, он не считает, что она распадется преждевременно до следующих выборов в 2025 году. При этом у политика есть очень амбициозные планы создать по итогам федеральных выборов 2025 года так называемую большую коалицию между союзом и социал-демократами, но уже без нынешнего канцлера. Согласно высказываниям Маркуса Зёдера в одном из официальных интервью, если посмотреть на ключевые аспекты федеральной политики от экономики до миграции, то становится ясно, что с Зелеными, а также Олафом Шольцем, ничего хорошего не получится. По его мнению, если текущие опросы останутся без изменений, то Олаф Шольц проиграет предстоящие выборы. Но в то же время Маркус Зёдер отметил, что стать новым лидером социал-демократов имеет все шансы нынешний федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Как выразился Зёдер, с ним, как с младшим партнером имеется в виду Писториус, мы можем скорее представить себе правящую коалицию. Но в то же время он полностью отрицает черно-зеленые объединения. В то же время слишком поспешный и категорический отказ Зёдера от сотрудничества с Зелеными вызывает серьезные дискуссии внутри Союза, так как, к примеру, Христианско-демократический Союз критически относится к таким предварительным обязательствам, поскольку они очень серьезно ограничивают возможности партии для маневра в дальнейших переговорах. В то же время в окружении лидера Христианско-демократического Союза Фридриха Мерца ходят слухи, что он не разделяет мнение Зёдера по поводу изоляции от зеленых. Ну и в данном случае также известны амбиции Фридриха Мерца, потому что он не отказался бы от позиции федерального канцлера. Что же касается кандидатуры Бориса Писториуса, то, вероятно, Маркус Зёдер не учитывает, что большинство жителей Германии не поддерживают его военную политику, и те высокие рейтинги, которые в последнее время озвучивают в статистике, как-то не соответствуют действительности. Но, по-видимому, это не особо заботит Маркуса Зёдера, и все чаще заметно, как он активно меняет свое мнение, позицию, в особенности перед предстоящими выборами. На выходные в Гамбурге прошла массовая акция исламистов, среди требований которых было установление в Германии халифата. В частности, они требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером без каких-либо прав для женщин, гомосексуалистов, христиан, евреев и инакомыслящих. Согласно данным СМИ, всего на митинг вышло около тысячи человек, а организатором данной акции стал 25-летний студент, популярный блогер исламистского направления в соцсетях, в том числе и в ТикТок. Подобная акция была предварительно согласована с правоохранительными органами. В свою очередь, лидер «зеленых» Омид Норипур призвал комплекс на реакции после демонстрации, организованной исламистами в Гамбурге. По его мнению, это вызывает очень серьезную тревогу, когда экстремисты беззастенчиво провозглашают халифат на наших улицах. В связи с такой ситуацией министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер высказалась за немедленные и жесткие действия властей против преступлений, связанных с такими демонстрациями. Она подчеркнула, что если на таких демонстрациях в будущем будет террористическая пропаганда в пользу, например, радикального исламского Хамаса, то необходимо немедленно и жестко вмешиваться в подобные демонстрации. Канцлер Германии Улавшольц также высказался по этому поводу и подчеркнул, что необходимо активно бороться с исламистской деятельностью, используя все возможные варианты нашего правового государства. Но, как мы видим, пока это только разговоры, и ситуация все больше со временем накаляется, а конкретных действий со стороны правительства мы не наблюдаем. Согласно официальным опросам, большинство жителей Германии выступают за повышение оборонных расходов. В частности, 68% респондентов поддерживают, что в условиях изменившейся ситуации с безопасностью в Германии, а также в других европейских странах, следует увеличить расходы на оборону. В то же время против повышения выступили 29% опрошенных. Что же в данном случае касается отдельных политических партий, то среди сторонников оппозиционного блока ХДСССР увеличение оборонных расходов поддержали 90% опрошенных. Среди жителей Германии, которые поддерживают социал-демократов, подобную идею одобрили 72%. Доля сторонников зеленых, которые выступили в опросе, за такое предложение составила 75%, а от свободных демократов 88%. Важно отметить, что меньше всего респондентов, которые разделяют подобные предложения среди сторонников партии АФТ, а именно 61%. Это были данные официального опроса. Ну а что по этому поводу думают наши уважаемые зрители? Поддерживаете ли вы повышение оборонных расходов или выступаете против? Непременно пишите в комментариях. Это были основные и актуальные события. Также не забывайте, что еще больше полезной и свежей информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть телеграм и второй ютуб-канал. Все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, отличного вам дня и до новых встреч!